В этом уроке мы создали свою первую нейросеть. Давайте повторим основные этапы создания. Сперва мы взяли трейновый датасет в правильном формате. У него должно быть количество строчек, это количество элементов. И колонки это некоторые признаки. Здесь у нас был один признак, поэтому в колонке стояло одно число. Кроме того, мы взяли валидационный датасет. Как правило, валидационный датасет берется как часть трейнового датасета, но здесь мы его сгенерировали самостоятельно. После этого мы задали архитектуру нейросети в классе SynNet. Далее нам потребовался Optimizer. Это объект, который оборачивает все параметры нейросети. И еще понадобилась LossFunction, то есть та функция потерь, которая будет считаться по выходам нейронной сети. После этого мы смогли провести обучение нейросети. Каждую эпоху мы брали весь наш датасет, передавали в нейронную сеть, получали некоторые предсказания. Эти предсказания мы передавали функцию потерь. После этого считали backward, то есть градиент этой функции потерь. Далее у Optimizer вызывали метод step. И надо еще не забывать обнулять градиент. И получается, что так шаг за шагом веса нашей нейросети приходят к оптимальным значениям, тем значениям, которые лучше всего предсказывают целевую функцию. Продолжение следует...